Олимпийский урок от чемпиона. Руководство БК «Химки» и тренерский состав провели встречу с воспитанниками училища Олимпийского резерва и учениками школы номер 19 микрорайона Планерная. Мероприятие приурочили к юбилею Сеульской Олимпиады 1988 года. Главный тренер «Желто-синих» Римас Куртинайтис, который тогда, 25 лет назад, выступал в составе сборной СССР, тоже провел для ребят олимпийский урок. Чем сегодня интересуется молодое поколение спортсменов, узнала Екатерина Юшина. На паркете училища Олимпийского резерва воспитанники исполняют свой гимн. Так Евгения Зимина и его друзей посвящают в баскетболисты. Из рук победителей Олимпиады в Сеуле, Римаса Куртинайтиса и других почетных гостей, они получают памятные подарки. Чуть позже новоиспеченные баскетболисты пообщались с главным тренером основной команды. Вопрос звучал так, какой ваш любимый предмет и нравится, ну, нравилось бы вам учиться в школе. Ну, Римас ответил, да, естественно, его любимый урок был физика и алгебра, и, естественно, как бы физкультура. Ну, любил он больше всего, естественно, физкультуру. Только глядя на таких великих и на таких заслуженных людей, перенимает никто лучшее, что они способны дать. И самое главное, дают в роли тренера, в роли наставника, в роли старшего товарища. Только так люди могут вырасти и достичь тех же успехов. Большое впечатление от встречи получил и сам олимпийский чемпион. Его расспрашивали о спортивных достижениях, об увлечениях и о том, как он учился в школе. Образование и воспитание необходимо каждому человеку, подчеркнул Римас Куртинайтис. Ведь секрет успешного спортсмена не только в тренировках. Я в жизни очень много прислушивался советов. Такой у меня был идеал баскетболист Сергей Белов. Вы, наверное, отлично знаете олимпийский чемпион. Я помню, он был мой тренер, когда я был молодым. И вот многие его слова, я воплотил их в жизнь, потому что этот опыт, он очень, скажу, такой дорогой опыт. Римас Куртинайтис, тренер очень высокого уровня, так как я еще являюсь игроком. Поэтому стараюсь подражать ему и учиться у него, когда он еще был игроком. Воспитанники училища и школы номер 19 узнали, что главный тренер Бакахимки любит рыбалку, охоту и отдых на природе. Самым важным в спортивной карьере, конечно, считает золотую олимпийскую медаль. Чтобы молодому поколению тоже было чем гордиться, тренеры и игроки клуба провели мастер-класс. Показали технику введения, паса, дриблинга. Сразу после окончания мастер-класса прошел товарищеский матч. Команда новичков вышла против коллектива училища Олимпийского резерва. Спортивные амбиции молодежи против опыта тренеров и преподавателей. Так отзываются о поединке зрители. Кстати, состав УОР пополнился форвардом Павлом Астаховым, который является генеральным директором баскетбольного клуба «Химки». Матч провели по сокращенной схеме. Два тайма по 10 минут. Победила команда молодежи. Участники встречи не прощаются друг с другом. Совсем скоро они увидятся на матчах БК «Химки». Сезон стартует в начале октября. Екатерина Юшина, Олег Мелехов, Служба новостей.